всем привет сегодня готовим голубей домашний покажу как это все будет происходить ну дальше все увидите сами вот поставила на сковородочку голубей подсолил их кинул перчика душистого немножко кинул остренького перчика черный черного и сверху вот я готовлю голубей на сковородочке нормально но сверху придаю горелочкой вкус и запах костра будем ну и заодно обшмалю ну остатки оперения с голубей ну я думаю будет вкусно очень как-то так дальше покажу что у меня получится я думаю будет очень вкусно вот я голубей притрусил паприкой класс уже аромат пошел просто прелесть прелесть прелестная и сверху выдавливаем лимончик но даст кислинку и тоже свою ароматику а и после этого накроем крышечкой чтобы они еще и пропарились немножко но я думаю минут 15-20 под крышечкой потом откроем и перевернем голубей слава украине смерть вороган молодцы наши герои ну и вот продолжение уже прошло 15 минут открываем ароматика какая и сейчас будем переворачивать голубей вот а вот они с этой стороны смотрите как уже поджарились именно сковородочкой не горелочкой а сковородочкой ну и так все дальше по аналогии и дальше всю эту красоту я вам покажу как будет все происходить прелесть вот перевернула я голубей и теперь посыпаю их паприкой таки с этой стороны было ароматика ай красота ароматика и совсем немножко сейчас возьму совсем немножко подсоли еще с этой стороны пусть оно впитывается потихонечку как пахнет вкусно но еще долго до конечного приготовления и готовности для употребления и снова по аналогии как перевернули я уже покажу накрываем крышечкой послушайте какой вкусный звук жарки приготовления вкуснятих голубей я кажусь на украине шкварчи вот спустя минут 15 как она выглядит хорошенько но тут еще жарит по голуби открыл окно на проветривание услышал только что ревет сирена в воздушной тревоге но благодаря голубям я не слышал это ну будем дальше продолжать наше приготовление открываем и наливаем нить немножко немножко чистой обычной водички вот и накрываем крышечкой и пусть она тебе томится красота что это за украинское блюдо которое без самого главного ингредиента без сала сверху мы так вот положим сало пусть она тонится тонится и стекает на дно сковородки то есть не будут голуби пригорать и дадут свою пикантность и вкус дальше будет интересней а вот теперь прошло время пробросить голубиные желудки пупы называют которые предварительно были замаринованы перчик немножко сольки пока жарились голуби эти желудки мариновались вот добавили немножко водички опять поджигаем поджигаем на девочку и сейчас обработаем наши пупы так так и теперь накрываем крышечкой смотрите как быстро пупы обжарились буквально секунды оп и ждем ждем дальше нашего приготовления вот перевернул голубей видите они немножко подгорели я специально довел до этого момента чтобы так было потом покажу зачем итак подходим мы к финалу ну к финальному завершению что мы дальше делаем вот я приготовил лучок мы выберем отправляем сюда кастрюльку морковочку тоже крупненькая порезал два листочка лаврушечки и отправляем голубчиков прямо туда в кастрюлю отправляем вот это но я скажу что подарили это мы в этом вся и фишка что они подгоревшие так так горячо сейчас возьму свою помощницу и вот это все мы отправляем пупы желудки голубины вот этот поджаренный не знаю видно не видно есть поджаренный перчик он и вареный и жареный душистый горошек которые я кидал еще в самом начале вот эти все все вот это отгоревшие мы можем вот в кастрюлю очков ожирок оставляем сковородке который пропитан мясо мяском всеми специями мы сейчас то будем жарить картошечку но картошечку я еще не успел почистить и все заливаем вот это водичкой вот я заливаю не надо там чтобы все покрылось вот так вот вот а прелесть и включаем газ и дальше покажу вам что будет происходить дальше так нарезал вода домашнего сала а отправляем в сковородочку и вот он чистил ее картошечки и вот картошечку отправляем сюда и помешиваем в этом жарочке а нашим котором вы жарили голубь и дальше покажу какая будет вкусня Бенгрунц вот голуби видят томято немножко обжарили картошку и так как она целенькая но хочу чтобы она была цель это она снаружи поджарится а внутри будет сырая чтобы этого не было сейчас мы делаем такую комбинации еще всегда выливаем водичку таким образом она немножко пропарится картошка но не успеет свариться и потом я обжарю и и дальше то есть будет вкусно вот наши голуби смотрите какие они уже красивые запах стоит просто бомба просто ароматика вот у нас смотрите и морковка и лучок все у нас тут вот это в этом она всем томится перчик будет будет вкусно дальше покажу все вот что у меня получилось картошечка голуби петрушечка зелененький лучок это вы сами знаете что а какая прелесть сейчас буду с максимально очень стремительным аппетитом буду это все употреблять кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь комментируйте приятного аппетита спасибо за внимание всех поздравляю с чистым четвергом с праздником ставьте лайки комментируйте всем пока